ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну куда ты так летишь, как электровеникс? Я не нанимался, но возьму этаж лазить. Лифт сломался. Лучше бы у тебя сломался, или у Таньки машина. Выбрала же день в деревню поехать. Ты её тоже по лезицам гоняешь? Тебе полезно. На себя посмотри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не говори, подруга, сама бы этих люфтёров поубивала бы. Давай проходи. Мне позвонить надо. А где телефон? Там, на кухне. Слушай, у тебя мультики есть? Мультики? Да, мне в мультики позарез нужны. Ну, может, и есть где-нибудь на сборниках. Давай посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Привет, мам. Здравствуй, сынок. Ты что, не один? Да, не один. По нему другой человек разговаривает. Да никто, мам. Мам, я знаю, что у меня день рождения. Мам, я помню, что мы не виделись полгода. Прости, мне некогда. Пока. Нет у тебя мультиков. Ну, извини. Зачем ты водку в аквариум ставишь? Рыбки сдохли. Ты гостей ждешь? Нет. Сам все выпей. Жажда замучила. Ясно. Тогда с днем рождения. Эй, ты чего? Эй. Все нормально? Сколько времени прошло? Секунд десять. Ты побольше клади мне, я еще всю ночь не спать. Ты что, работаешь по ночам? Ну-ка, иди сюда. Не надо мне ничего. Клево. Ну, слушай, ты в следующий раз мне сразу звони. Танькина, звони. Угу. Захлопни дверь. Ну, да. Так что ты говоришь, у тебя по ночам? Работа? Сын у меня не спит. Как это? Не знаю, не спит, а все. А днем? Днем упадет на полчаса, потом опять. Я уже не знаю, что делать. Шачи руками разводят. Либо он с ума зарет, либо я. Ну, а снотворные? У него аллергии, ему нельзя. Мультики-то для него искала. Угу. Он по ночам смотрит телевизор, а там в это время одна эротика. Ну, да. Короче, выспаться тебе надо. Я в учебке тоже так падла от недосыпаю. Был там у нас один упырь. Нет, мне нужно с Никитой сидеть, потому что он один боится. Ну, если рожа моя не испугается, давай я посижу. Я все равно спать не собирался. Привет. Умеешь в хоккей играть? Давай научиться. Смотри. Бросаем шайбу, я за красных, ты за синих играешь. И кто кому больше забьет шайбу? Никит. Ну, подползай, не бойся, давай. Смотри. Вот твоя. У тебя шайба. Давай, давай, давай. Вот. Давай-давай, Никит, давай. Спасибо. Давай-давай-давай-давай. Ты куда, Никит? Подожди. Тихо-тихо-тихо. Ну, не хочешь в хоккей? Давай сказку расскажу тебе. Жила была красная шапочка. Хочу про красную шапочку. Ну, смотри, смотри, беттер какой. Давай в войнушку поиграем. Никит, подожди. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты не хочешь про шапку, давай другую сказку. Жил-был мальчик, и у мальчика были папа и мама. А мальчик очень любил играть в футбол. Вот. Костя, вперёд! Стой на воротах, ну, стой! Не пропускай его! Го-о-о! Я забил! Я забил! Молодец! Я папе забил! Костя, молодец! Молодец! Молодец, сынулечка! Молодец, мамин! Будем отыгрываться. Мы побеждаем, у нас уже два ноль. Так, а теперь давай в нападение! Ура! Наскрываем! Вперёд! Обходи папу! Пусти, папа, так не честно! Что ты делаешь? Папа, отпусти! Папа! 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 Гол! Ты предатель! А вам гол! Молодец! Красивый гол! Сука! Чё ты сказал? Константин, что ты сейчас сказал? Я кого спрашиваю? Повтори, что ты сказал, Константин! Сука! Я тебя научу с людьми разговаривать! А! 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 Сынок! Костя, успокойся! Успокойся, сынок! Мам, пусти! Я видел, они вон там, в кустах целовались! Я видел! Мам! Ну, ты даешь, сын! Оль, Оля, Оль, Оль. Что-то случилось? Да не, нормально, все. Слушай, я пойду, наверное. Он уснул, что я буду сидеть? Кто уснул? Ну кто, Никита, кто? Закрой за мной, ладно? Ну, с днем рождения. Ну и чего ты добился? Знаешь, как таких людей называют? Нет. Сукачи. Так настоящий мужик не поступает? Что? Что? Животик болит? Ничего страшного. Аппендицент, это ерунда. Сейчас мы тебя усыпим, проснешься и все будет в полном порядке. Вот видишь, там в конце коридора свет? Это операционная. Иди туда. Только там пол холодный, ты не стой, сразу забирайся на стол и лежи. Жди меня, я сейчас приду. В общем, я предполагаю, что ничего страшного, но операцию все-таки делать придется. Да не волнуйтесь, я думаю, что все будет в полном порядке. Давай, расприми руку, расприми руку. Ну, ты что, плакать собрался, что ли? Ты же будущий солдат. Солдаты не плачут. Кино про войну любишь смотреть? Люблю. Что? Говори громко. Люблю. Вот. А солдатам знаешь, как иногда больно бывает? И ничего, они не плачут. Солдаты должны терпеть. Ты будешь терпеть, когда пойдешь на войну? Прикрой меня, ага. Здорово. С днем рождения, воин. Смотри, я тебе какую штуку купил. Войнуху вспомнишь. Убираешь? Убираешь? Костян, сколько уговорил? Два пузыря. Красава. Красава. Молодец. О, а это ты на недельку запасся, да? А? Давай, слышь. Э, давай, приводи себя в порядок. Ты мне сегодня живой нужен. Слышь, нет? Костян, а ты че квартиру не закрываешь? Да выходил ночью. Забыл закрыть, наверное. Понятно. Ща к вашу поедем. У него там тачка сломалась. А он же без тебя со мной не ездит. Задрал же со своими предъявами тушенка. А я ему сразу сказал, ой, извини, Костян, я ему сразу сказал, бизнес надо было раньше делить. Еще это его Галя воду мутит. Это же она ему капает, что типа я пятьдесят штук закрысил. Развели меня на бабло. Теперь стрелки кидают. Ну, нафига нам к Пашке-то? Ну, че, помириться решили? Костян, ты вообще не в курсах, че происходит? Че? Серега опять пропал. Искать будем. Давай быстро собирайся. Смерть раздается, и после выстрелами травмана Прикройлась на кончике ножа эмигранта Любовала Васи, девшего пьяного Васи А, скажи ему, что полком шевелил. Алло. Да, Паш. Привет. Ну, че, мы подъехали? Угу, сейчас спущусь. Угу. Спускается уже. Ох, шуствый. Похудел, что ли? Муж выбирает, и в этом выборе суден, чест такой детали, тает солнечный тиск. Идеи долга равнодушных в этом ветере душном, важно быть на щеку. Слушай, у тебя нет ничего попить? Че? Костян, ты хорош бухать? Я там тебе клиента реального подгоню. У него бабла, походу, немереная. Там пятикомнатная квартира, ремонт какой-то совсем круто хочет. Там время терпит, так что будешь работать нормально. Давай потом, а? О, идет. Тушенка. Смурнуть что-то Галя не дала, что ли. Здорово, Паша. Видал, Костян, он мне даже руку не подает. Да пошел ты. Я еще и пошел. Где мои пятьдесят штук? Козел. Да хорош, а. Слышь, можете всечь разочек? Давай, попробуй. Да завязывай. Че завязывать? Подрезал наши общие бабки. Теперь на меня гонят. Да все, пацаны, успокойтесь. Поехали уже. Серегу надо искать. Че ты смотришь на меня? Кто на тебя смотрится? Толпали. А кто вообще кипиш-то поднял, а? С чего взяли-то, что Серега пропал? Вон у этого, спроси. Ну? Да тетка его звонила вся в слезах, говорит, убили его. Как убили? Да гонит она. Забухал, как обычно. Подожди. С чего она вообще взяла, что убили? Да кто-то у нее там съездил, говорит, в Серегиной квартире чужие люди живут. Про него говорить ничего не хотят. Да дверь даже не открывают. Ничего, он нам откроет. Это че за паздник? Опа. Здорово, мужики. К нам? На новоселье? Славик, встречай гостей, у нас пополнение. Че надо? Слышь? Ну? А я че за новоселье? Серега, где? Какой Серега, че ты гонишь? А я тебе сейчас расскажу, какой Серега. Наш друган, хозяин этой квартиры. А, бомж этот. Козел воничий, вся квартира им провоняла. Слышь, ты че сказал? Э, мужики, а вы че в самом деле? Солбатами! Где Серега? Где хозяин квартиры? Да я хозяин. Какой ты хозяин? А, да тебе что, документы показать? Переписал он на меня свою квартиру, понял? Так что все по закону. Как переписал? Так вот так вот. Должен он мне, понимаешь? Должен. Слушайте, идите, а то я сейчас менток вызову. А я вам говорил, Сереге надо было помогать. Помогали. Помогали, помогальщики. Вы понаставили этих помоек. Хорош! А я стопудово знаю, как все это получилось. Этот Славик. Ты че порзеете? Че тебе надо, а? Герой. Стой. Ди сюда, я тебе сейчас рот портянкой закрою. Стой! Сюда! Я тебе сказал! Этот Славик по-любому знал, что Серега с автомата послазит. Дал ему денег, а не много дал. Чтоб 5-7 баксов, не больше. Серега здесь их и оставил. Потом они с друзьями пришли и квартиру на себя переписали. Других вариантов нет. Ну и че делать были? Че делать? Искать. Да где искать-то? Где-где? На бороде. Слушай, Костян, ты же говоришь, у тебя там батя где-то в мэрии работает. Ну и че? В связи? Да не станет он помогать. Куда он денется? Он твой батя. Поехали. Поехали! Костян, ты здесь поворачиваешься? Костян, че за виз? Да, вот, к воротам вставай. Костян, че застрял? Костян, ты что за лип? Ну вот и приехал. Костян, я тебя давно жду. Здорово, сэр. Здорово. Мать рассказывала, что ты ремонтом на жизнь подрабатываешь. Ну как тебе, на взгляд профессионала, квартира, а? Да нормально. Денег много отдал. Марина, у нас есть что-нибудь еще выпить? Пойди, принеси. У тебя завтра утром совещание, не забудь, пожалуйста. Я помню. Иди, родная, иди. Иди. Должен же я, наконец, с сыном водки попить. Мы пойдем на балкон покурим. Почему так долго не прийдем? Дела были. А я тебе хотел все. С братом, с сестрой познакомить. Ты знаешь о них? Угу. Наташка в пятый класс пошла. Ромка в первом. В школе сейчас. Во второй семье. Такие смешные. Представляешь? Представляю. Да ничего ты не представляешь. Ну, а сам-то? Как? Сам видишь. Всяко бывает. Главный живой. Тяжко пришлось. Нормально. Как угораздило? Из РПГшки в бетро долбанули. Пойдем по корму. Тоже. А ты что в том батаре, дай? Один все уехал. Парней с тобой не было? Их раньше вытащили. Серега думал, я мертвый. Да, насчет вашего Сереги. Я не знаю, чем помочь. Это же надо все паспортные столы запрашивать. Неизвестно, где он выморнет. Потом будет ли он регистрироваться. Он вроде как бомж. Серега не бомж. Я не знаю. Притом я не в том отделе работаю. Патриотическим воспитанием занимаюсь. Со школьниками песенки разучивать? Ну, он же вместе так не шутил. А вы не на моем месте. Вы в каком звании? Полковник. Ну вот. А я сержант. Только вы из кабинета. А я из бетро. А Серегу мы все равно найдем. Будем искать до упора, а найдем. Ну, что мы своих не бросаем. Я теперь понимаю, почему к вам Костяна ехать не хотела. Все, пацаны, поехали. Здесь нам ловить нечего. Спасибо большое. Все было очень вкусно. Шли в оставаться, товарищ полковник. Как? А куда вы, ребята? Костя. До свидания. Послушай, Коль. Наверное, Косте, надо было у нас остаться. Угу. Извините. Ребята, где-то до художников учиться берут. Ну так что, кому это показывают? Вы знаете, прием документов уже закончен. Все курсы набраны. Угу. Офигеть. Извините. А можно я вас нарисую? Ну, пожалуйста. Ты пошел-то. Привет. Привет. Мы тебя ждем. Привет, Никит. Привет. Можешь мне опять рассказать про этого мальчика? Про мальчика? Слушай, а может, в хоккей лучше, а? Нет, я хочу про мальчика. Про мальчика хочешь? Ну, давай про мальчика с тобой. Садись. Костя, если бы не ты, меня бы сегодня уволили. Да не бери ты в голову. Нашла бы другую работу. А что с ним дальше было? Дальше? А дальше у него появился новый папа. Чего опять дверь закрыл? Готовлюсь к зачету. К зачету? К зачету. Мужиками интересуешься? Это Шварценеггер. Да по мне хоть с горы. Голый мужик, он и есть голый мужик. Ты мне-то кончай. Я у себя в доме эту глубинную почту черпать не буду. Это не у себя в доме. Ну, ничего, ты же у нас скоро в армию пойдешь. Ты же лучше в армию, чем с тобой. Что? Опять начали? Костя, ну ты можешь себя вести нормально. По отцу скучаешь? Сравниваешь? Настоящий мачу. Куда уж деваться. Футбол, друзья, девушки. Только это Костя было не для нас. Мы с тобой играли в запасном составе. А Эдуард Михайлович заботится о тебе. Я, я бабне заботиться тоже достал с этой уже заботой. Что ж ты думаешь, я не знала, что он мне изменяет? Знала. Любила только очень. Вот и терпела. А ты взяла тогда и все рассказала. Это ж ты мне тогда выбора не оставил. Оль, Оля! Усну. Тихо, тихо. Ложись. Костя, я сегодня была у врача. Рассказала про то, как ты Никиту усыпил. Он так удивился. Он очень хочет с тобой поговорить. Ты можешь к нему на днях зайти? Я не могу, Оль. Правда. Давай потом. Ладно. Пока. Спасибо. Давай. Давай. Дай зажигалку. Ты что творишь-то? Извини, Костя. Сосиску тестью дайте попросить. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Здорово. Да вы что, пацаны, прикололись? Нафига вам очки-то? На улице паспорт. Ну-ка, останови машину. Что такое? Останови! Зачем? Прижмите, я тебе сказал. Ну что? Что, сдурел? Крыша поехала, все. Ну и кто кому навалял? Очки одели. Чтоб никто не увидел, что у вас на лице. Чтоб все думали, что у вас там все в порядке. Типа солнце глаза режет. Нет, пацаны, солнце-то на улице. Дай сюда. Смотри. Ну что, а? Лучше стал? Что ты молчишь-то? Смотри, красавчик. Ну что, нормально? Лучше стал, а? Мне очки какие одеть? На мою рожу, блин, вот эту, а? Костян, не надо. Да пошел ты знаешь куда! Я вообще не понимаю. Нафига вам очки? Может, вашим женам противно на вас смотреть? А? Может, это вас зовут? Соседи своих детей пугать? А? Или с вас защитку снимали вместе с кожей, потому что она прям в дело вросла? А? Вплавилась туда, как родная? Если бы вы только знали, как вы меня задолбали оба со своим молчанием. Со своими бабками, со своими рожами. Как вы задолбали меня! Я вообще не понимаю, нафига вам нужны очки? Вам-то что прятать за очками, а? А, поехали, пацаны. Серегу надо искать. Короче, я распечатал Серегиной армейские фотки. Начнем с попрошаек у метро. На, держи. По-любому из них кто-нибудь его запомнил, он же любит с ними разговаривать. Я возьму красную ветку, ты, Костян, синюю, а этот пускай зеленую окучивает. Только доезжайте до последней станции, там их больше всего. Через три часа здесь. Подайте, пожалуйста, на лекарство. Добрая женщина, подайте, пожалуйста, на лекарство. Спасибо большое. Дай мне поддавание. Спасибо большое. Подайте, пожалуйста. Подайте, пожалуйста. Посмотри, видел парня вот этого? Посмотри повнимательнее, может, видел. А не видел вот этого молодого человека? Не заходите. Только зашли, да? Нет, да? Посмотрите, пожалуйста. Нет, не видел. Нет. 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 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Привет, Костя. Привет. Привет. Я за тобой приехал. За мной. А зачем? Хотел тебе твоего брата показать сестру. Ты в прошлый раз так быстро уехал, я даже не успел тебя с ним познакомить. Нехорошо как-то, неправильно получается. Мы же годами дивидимся. Мы же с здесь нормально поговорить не можем. Поехали. Только мне до ночи вернуться надо. Вернешься, я тебе своего водителя дам. Поехали. Раздеваться. Давай, Костя. Привет. Привет. Ромка, некрасиво так смотреть на людей. Познакомься, это твой брат. Привет, брат. Меня зовут Костя. Ромка. Ты из какого мальчика? Из черно-белого. А ты сам-то из какого, а, фантазер? Ты ботинки снял? Я так раздеваю. Давай раздеваю. Я быстро. Вот такие смешные. Они, знаешь, такие разные. Ромка, хоть и младше Наташкина, четыре года защищает ее и помогает во всем. Прям настоящий мальчишка. Она тоже без него никуда. А отец так их любит. Представляешь, не знаю, я даже никогда не думала, что мужчина может так детей любить. Наверное, потому что поздние они у него. Вот. Вот мы на даче смотрим. Видишь? О чем шепчетесь? Да я тут Косте вот про детей рассказываю. Фотографии показываю. Спят уже? Уснули. Ты чай будешь? Давай. А мне Ромка сейчас говорит, какие-то у меня ботинки некомпетентные. Купи мне новые. Слышь? О, а ботинки у меня некомпетентные. Я сам. Хорошо. Сейчас я приду. А я тоже в Чечню просился. Даже рапорт написал. Молодец. Тебе это не важно? Нет. А что тогда важно? А то, что ты о своих детях заботишься. Я о тебе тоже заботился. Да? Да. Это когда? Когда тебя от армии отмазывал. Когда со своими договорился. Но ты ж у нас принципиальный. А ты попробовал бы пожить с Эдиком немного? Тогда бы твой рапорт точно приняли бы. Я пойду спать, Костя. Я тебя там в той комнате постелила. Хорошо? Подожди, как постелила? Костя. А сколько времени? Два часа. Я же сказал тебе, что мне нужно уехать до ночи. Подожди, Кость. Я думал, ты у нас хочешь остаться. Давай, где твой водитель? Звони ему. Я его отпустил. Блин, а? Ты как всегда в своем репертуаре. Стой! Братан! В Пушкин отвези меня, а! Я не таксист, а вообще я домой еду. Слушай, отвези, а! Меня там пацан ждет вообще мелкий. Он не уснет без меня. Отвези, братан. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мы думали, что ты не придешь. Извини, Оль. Задержался. Да что ж такое-то? Давай, давай я тебе помогу. Не-не, я сам. А у тебя ботинки разные? Придется еще раз вернуться. Пойдем. 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 А это у нас что такое? М? М? Никит, монстры какие-то? Это чудовища, я не за шторой живу. За какой шторой? Я вском саду. Понятно. Только они у тебя не настоящие какие-то. Смотри. Рисуем глаз большой. Тулюща рисуем острый такой. Как морковка. Ну вот. Такое же. А вот мы можем рисовать здесь полосочку и квадратчик такой будет. И две палочки. Это тогда получится профильмер, а там еще одно. Иди сюда же. Ну вот, теперь он у нас сможет летать. Как Карлсон. Вот. И рот у такой большой. Теперь правильно. Потому что чудовища должны быть смешными. Суворов, к себе смотри. Не вертись. Некрасно. Быстро к директору. С вещами. Полюбуйтесь, Александр Степанович, чем занимаются ваши ученики. Они наши общие ученики, Елена Васильевна. Да. Но, Александр Степанович, согласно оформленной директиве... Спасибо за сигнал, Елена Васильевна. Я разберусь. У вас ученики одни там сидят? Ну что ж, давай начнем. Возьми стул и сядь сюда. Вот так. Молодец. Теперь скажи мне свое имя. Константин. Константин. Хорошее имя. Ты должен быть постоянным человеком, Константин. Это хорошо. Ты постоянный человек, Константин. Не знаю. Не знаю? А надо. Про себя, Константин, надо знать как можно больше. Вот что ты про себя знаешь? Пока не готов, ладно. Потом еще раз спрошу, думай. А другие у тебя есть? Чего, рисунки что ли? Ну да. Тебя жизнь за них сюда привели. Ну что встал? Пойдем, пойдем. Пойдем. Степаныч, добавь, но пузырек не хватает, десяточку. Может я это, все-таки домой пойду, а? Меня потеряли, наверное. Вот чем еще блин орать будет. Боишься его? Гран-мерсим. Пойдем, пойдем. Это недолго. Александр Степанович, здравствуйте. Здравствуй, Люся. Молодец, что пришла. У меня там уже, вот, много накопилось. Проходи. Где ты здесь? Он у меня был. Куда он запропастился? Вот он. Не тяжело? Одна донесешь? Донесу, своя нож не тянет. Ты заходи. Зайду, зайду. Доброго вам здоровица. Умеешь же пить, человек? До свидания. Знакомый весь? Гоя. Капричи. Ни разу не видел. Дай-ка свою тетрадку еще раз. Ну? Что скажешь? Не отсюда слезал. Прикольно. Только я из головы рисовал. Точно не отсюда? Ладно. Ладно. Возьми и дома еще раз посмотри. А завтра утром сюда. Часам к одиннадцати. Угу. И Завч меня убьет. У меня контрольный с утра. Не убьет. Иди домой. И смотри книгу. До свидания. А что дальше? Что дальше? Про мальчика и директора. А ты об этом. А ты что не спишь-то, а? Мне интересно. Да не было там ничего интересного. Просто ходил к директору, рисовал всякую дрянь. Какую дрянь? Ну, всякую. Там ботинки, цветы, бутылки какие-то пустые. Зачем? Ну, директор думал, что у него талант. А сам что делал? Кто? Директор. Директор? Не знаю. Водку пил. Меня мучает жажда. Неутолимая жажда, Костя. Моему организму нужна жидкость. Ты знаешь, я вырос в таком месте, где совсем нет воды. Ни речки, ни озера. Даже лужи нормальной не помню. И дождей не было почти никогда. Поэтому до сих пор хочется пить. Ты когда-нибудь видел, как из-за приоткрытой двери в темную комнату падает луч света? С самого начала он узкий. А потом расширяется. Вот так и человек. Сначала один, потом двое. Потом у них дети, потом внуки. И человек расширяется, как луч. До бесконечности. Или до такой толщины, как я. Ты рисуй, рисуй. И не обольщайся на свой счет. Еще неизвестно, что из тебя выйдет. Молодой человек, а вы что, решили за учебу взяться? Мы-то думали, что любимчикам директора занятия посещать не обязательно. Да, между прочим, курсовые все давно уже сдали. У меня тоже котлёк. Да вы что? Мм, похвален. Интересно. Ой, а не нашла я-то тут директор? В какой вид? Сумки отдайте. Ну что вы так? Послушайте, смотрите, сколько тут бутылок. Сумки я сказал отдать, и случайно попали туда. Тише, что вы так волнуетесь, молодой человек? За чертежи ваши я вам ставлю хорошо. Вас это устраивает? А картинки я обязана показать вышестоящему руководству? Да, там же люди тоже живописью интересуют. Рисунки отдайте, я сказал. Там чертежи только должны быть. А если ваш директор считает, что ему все позволено, что он был когда-то известным архитектором, то он глубоко ошибается. Хотя это не уме решать. Это решат там. Стой, стой. Ты сначала вот это бери, а ты вон то и гляди не помни. Не понимаю, какое сокровище грузит. Да не переживай ты так. Она бы и без тебя меня сожрала, года полтора под меня копала. Нашел, от чего грустить. Стой, стой. Ты сначала вот это возьми, а ты вон то. Ну что ж вы себе как... Прости, господи. А рисунки мне твои на комиссии показали. Все-таки не ошибся я в тебе. Уродиться же такой талант. Ну, чё ты расстроился? Радоваться надо. К сыну еду, у сына буду жить. А рисовать не бросай. Бросишь, приеду, башку оторву. Ты меня понял? Я спрашиваю, ты меня понял? Ну, ты понял. Ну и молодец. Жалко тебя на завуче оставлять. Теперь она за тебя возьмется. Не возьмется. Провожающий, выходим. Отправляемся, проходите, пожалуйста. Смотри, башку оторву. Налей. Во! Немного шага. Марш! Направляющий шире шаг. Середины не отставать. Неверфланг. Побыстрей. 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 Здорово. 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 Костян, эй, ты что, подставка для обуви у тебя здесь? Да отцу надо завезти. Пакет не мог положить? Да у тебя же, Настя, пакеты храни. Я их выбрасываю. А это что такое? Это же Серега. Похож. Костян, ты что ли нарисовала? Да я. А ты чего в армейке не сказал, что рисуешь? Да ладно, перестань, Сююль. Да нет, серьезно, похож. Надо было вчера этот рисунок показывать. Фотка старая уже, никто не узнает. Ну, куда едем? К Михалычу. Других вариантов нет. Хорошо, локоточки, кулачки, туда. Миша, хорошо. Да, подбородка. Да. Игорь, руки возвращаются к бороде. Да. Жора, левый, левый работай, левый. Так, хорошо. Жора, с левой работай. Твою левую я не вижу. Левый, 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 да работай, работай, левый. Не работаю я. Не работаешь, ты бьешь ее из кармана. Да я хочу видеть, что ты сверху ее. Вот, сверху. Вот так вот я буду ударить. Вот, вот достал. Другое дело, Ваня, вставай. С ланком прикидывайся. Так, а в чем дело? Почему не работаем? Продолжаем работать все. Так, держи, работаем. Левая, правая, да. Левая, правая, левая, правая, левая, на конца. Михалыч, Михалыч, здорово, Михалыч. О, мужики, Тема, иди в ринг, постой по раундам. Привет, мужики. Да, понимаешь, никто из вас не звонит. Вдруг раз и все сразу. Каким судьбой? Серегович, ты его давно видел? Давно. Месяца три назад. Он ко мне приходил, деньги мне в долг вносил. Я ему и дал. А что случилось? Опять пропал. Как пропал? Куда пропал? Пропал отца. Вот что, ребят, идите ко мне отойдем. Я сейчас подаю. Хорошо? Так. Мой фирменный удар. Куда ко мне? Силища, в розыск. Снизу, да? Снизу, приучу. Давайте попробуем. Раз, раз. Самой правой, назад. Пора вы их, назад. Опа. Дай, Гали. Вот. Тольтен. А на мобильник ему звонили? Конечно, звонили. Ну и чего? Аппонент недоступен. Ах ты. Ёлки-поталки. Ну что, давай, позовем еще. А с Танечкой разговаривали? С Танечкой нет. Танечка. Кто такая Танечка? Да ты ее не знаешь. Она в нашей скорости, в госпитале была. Медсестричка. Ох. Хорошенькая такая была. Костя. Да, ничего, да. Они вроде как с Серегой общаются. Он мне давеча ей говорил, что она в новом кредероплате. Ага. Ну, надо заехать? Наверное, да. Костян, ты что не пьешь? Я же за рулем. Давай, мужики. За вас. Ну что, тогда решено. Завтра в Новгород. А сейчас поехали твой ботинок отвозить. Без меня. А может, я чем-нибудь помогу, а? Да не, Михалыч, спасибо. И так помог. Давай, дорогой. Ну давайте. Не забывайте. Спасибо, что пришли. Давайте. Всем удачи. Найдете его. Надерите ему уши. Спасибо еще раз. Лучше бы ты где-нибудь его по дороге выкинул. А я предлагал. Чаю хотите? Да не, спасибо. Пойдем, наверное. Конечно, хотим. Тем более у вас прическа такая классная. Да я тоже смотрю красиво. Ну так. Пошли. Сто раз вам говорила, что эти ботинки мне не нравятся. Да вы опасная женщина. Можно я не буду разуваться? Куда грязными руками? Ну-ка марш мыть. Прям спинку мне потрешь. Сейчас накормлю вас. На пяточки тебе не потерять пемзу. Нет, Костя, это слишком интимно. Привет. Привет. Ну смотри, купил новое. Ну эти теперь нравятся. Да, эти Коль гораздо лучше. Просто гораздо. Ты что, подстриглась? Да, а что? Нельзя? Я Стерлин. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия желаю. Привет. Ну а что такое, мне уже в парикмахерскую пойти нельзя? А что, повод появился? Да, завтра к нам в редакцию приезжают коллеги из Вашингтона. Я хотела как цену. Коллеги из Вашингтона. Кольчка, пожалуйста, давай не сейчас и не при твоем сцене. Не хорошо? А мне кажется, ништяк стрижечка. А ты что, все вместе в парикмахерскую ходил? Коль. Знаете, с Вами так интересно разговаривать. Ребята. Пошлись. Когда вы молчите. Ты есть будешь? Нет. Костян, завтра Пашка, наверное, с нами не поедет. А что? Его галька опять бухтит, что он с нами таскается. Так что я с тобой завтра, наверное, с утречка один заеду. Давай, дорогой. Давай, родной. До завтра. Пока. Привет, Аля. Привет. Я сейчас домой заскочу и сразу к Вам, ладно? Ты знаешь, наверное, не надо больше приходить. Ты только не обижайся, ладно? Это к тебе никак не относится. Ну, относится, конечно. Но только не так, как ты подумал. Просто врач сказал, что Никита может привыкнуть. Он уже привык, понимаешь? Он каждый вечер тебя ждет. Если ты не придешь, ну, когда ты не придешь, он, ему очень будет плохо, понимаешь? Врач так и сказал. Просто подождать надо. Ты знаешь, Оль, мне как-то один человек сказал, хороший человек, что ждать, это испытывать благодарность. Не поняла? Ну, просто радоваться тому, что тебе и есть чего ждать. Смотришь в окно и думаешь, Господи, спасибо тебе. Голубь за то, что пролетел собаке, за то, что пробежала. Классно. А кто этот человек, кто сказал? Рисовать меня очень когда-то. Потом уехал. Короче, если передумаешь, звони. Я не боюсь привыкнуть. Костя. Привет. Привет. Ну, вот видишь, какой красивый стал. Да уж. Полгода уже зовут. В кино сниматься. Да ладно. Ты себя в первые дни после взрыва не видел. Слушай, мы Серегу с пацанами ищем. Михалыч говорит, ты вроде с ним общаешься. Здрасте. Знакомьтесь, Таня. Гена. Не крокодил. А я вас в регистратуре ищу. Что-нибудь знаете про Серегу? У него какие-то бандиты квартиру отняли. Я его приютила тут на пару дней. Потом его главврач выгнала. Подожди, давно? Неделя примерно назад. Ага, сейчас он где? Не знаю. Может быть, он кому-нибудь в палате сказал. А где он лежал? В 12-й, в травматологии. На второй этаж. Ага. Костян, ты давай тогда на второй этаж дуй. Там, упроси больных, а у меня тут дело одно есть. Скажите, вы мне не могли бы дать личную консультацию? У меня просто есть один проблемный орган. Может быть, поможет ли у вас отдельный кабинет? В общем, да. Ну вот, и маленький вопросик задает. Совсем маленький? Ну, как бы, как бы сказать. В принципе, да. Я же хирург, они смогли спасать. Откуда я могла, знаешь, под таблетки какой-то дияльник спрячут. Зачем вы их купите? Отравиться хотите? От этого даже кошка не сдохнет. Прекратите вы их собирать. Пускай санитарка этим занимается. От этих таблеток сколько бы вы и не съели. У вас только понос может приключиться. А вот желудок вы себе испортите. И пожалеете об этом. Да прекратите! Привет. Слушай, я друга ищу. Он у вас здесь в палате лежал. Как звать? Сергей Плотников. Такой щупренький. А, симулянт. Выперли его. Да я знаю. Ну, может он сказал, куда после больнички поедет? М? Ну, куда обычно и после больнички едут? Либо на кладбище, либо домой. Понятно. Че выставился? Не видел, как люди в туалет ходят. Да видел. Где я обгорел-то? На войне. Понятно. У меня вот видишь, грузовик переехал. Прямо по тазу. Все в сметку у меня там. А я на прошлой неделе женился. Да. Не повезло пацану. Выносит его теперь бабенку. Ты-то откуда знаешь. А может не кинем? По-любому кинем. Нафига он не знает. Столько пацанов нормально живет. А из него тебе солдаты как снаряды. Хорошийся козла с кем. Так что ты за лёгко вернулся? Ну что ты нахлёшь? Под пулями труп вытаскивал. Там другое дело. Там хоть кому-то помочь можно было. Какая-нибудь мамка в Рязани. Пацана похоронит. А так бы его порезали на ремни. И нифига бы мамке не досталось. Ну а этот пацан в больничке. Он-то живой. И что? Да, ну пройдет. Что-то делаем. Да, Костян, брось ты на него. А если не брось, там такое начнется. Что лучше бы эти врачи таблеточки-то ему оставили. Нулевка, нулевка. Дай губку. Уважаемый, вы бы отошли на веранду? А что такое? Ну дело в том, что там сидят солидные люди. И их девушка, понимаете, что вы здесь находитесь? Уйти, уйти. Роже, что ли, его раздражает? Ну, ничего того. Ну, ничего не знаю. Спасибо. Эх. О, спортсмены. Что, пацаны, посоревнуемся? Давай, попробуй. Давай, Косточка. Костян, давай к твоей мальчике заедем. Нафига. Порядок себе приведем. То вдруг война или какое-то другое мероприятие. Ну и бать твою позлим. Что, смотри, а? Неугомонная. На пятую перехожу! Что ж вы за дураки-то такие, а? Чуть что сразу драться. Куда ж она подевалась эта зеленка? Не надо зеленкой щипать будет. Вы же на войне были. Зеленки боитесь? Вот она. Эй, я зеленка, масса не дам. Да кто ж тебя спросит-то? Давай сюда. Нет. Давай сюда. Нет. Я не люблю, говорю. Кто любит? Дашь, к мне дети отмер? Нет. Урки отмерите. Ну, а что ж такое? Ну, подожди. Ну, стой, я тебе говорю. Да ты что вообще? Стоять ты говоришь? Стой, детский сад. Ты посмотри. Хоть бы сгущенки какой-нибудь дали. Перемазали всего. А ничего у тебя не слипнется, нет? Не рассчитывайте. На, кровашку сейчас дам. Ништяк. По крышкоблодинку. Эть. Зачем ножом-то? Куда прямо из банки? Так вкуснее. Кайф. Слышишь? Помнишь Новый год в Русс-Мортане? Помню. Мы тогда думали, вообще на стол поставить нечего будет. Но Костян откуда-то притащил две банки сгущенки. И это был лучший Новый год в моей жизни. А на утро Чехии из миномета полет стали. Весь праздник испортили. Что? Зеленка, масса больше не дам. Вы же совсем мальчишки еще. И вдруг война. Ужас. С той стороны тоже не девчонки воюют. Хотя девчонки тоже. Мы один раз квартал одни зачищали. И там... Я в школе на чердаке двух. Не надо дальше. А что не надо? У этих девочек в руках тоже не скакалки были? Все хорош. Что хорош? А, хорош ты, хорош. Ау! Ай! Ух! У меня здесь пропустили. Вот поматься надо с зеленкой. Что пропустим? Ранение. Где? Вот. Да ничего у тебя там не было. Да вон кровище вообще. Ой. Покажи. Вот. Вот, вот. Да где? Ой, сейчас все подняет. Так, это головы не верти. Ага. Ой, это рефлекс. Рефлекс. Вот здесь, вот здесь. О-о-о. Руки убери. Ага. Ой-ой-ой. Ой. Это от боли. Затыльник от боли тебе, да. Головой не верти. Ты меня слышишь? Ой-ой-ой. Добрый день. Так. А что у нас тут? Такое интересное происходит. Здравия желаю, товарищ полковник. Привет. Марина нас лечит. Лечит. А дети где? Где-то в школе, сейчас я их приведу. Ты есть будешь? Что произошло? Кольечка, давай ты разденешься сначала, может быть? Константин. Я жду объяснений. Коль, просто ребята подрались в кафе. Я их намазала зеленкой. Давай раздевайся. Костя, ответь мне, что ты молчишь? Константин, я жду. Ты слышишь меня? Костя, я с кем говорю? Костя, ты зачем привел в жду, поделок, когда? Что ты молчишь? Костя, я с кем говорю? Не надо меня орать! Что? Что? Я сказал, чтобы ты завтанулся. Что ты мне сейчас сказал, сын? Оля, исполняйся. Кто ты? Сына твоего убили в Грозном, понял? А тот пацан, которого ты сбросил, сгорел в БТРе. Красивый факт, что ты творишь? В конце концов, это же твой сын, черт! Пошли отсюда. Алло, да, это я. Да, оставлял. Хорошо, завтра подъедем. Какой морг? Все, нашелся наш, Серега. Спасибо. Нормально. Совсем уже обалдели этот, этот еще приперся, совесть бы поимел. Галь, дай что-нибудь закусить. Закусить? Давай. Может, ты его еще спать у себя положишь? Ты не ругайся, Гаря, ладно? Нам про Серегу помянуть надо. Упаковинку забыли налить. Упаковинка. Помните, как ему наваляли? Ты еще хотел с разведкой с меня разобраться. Да. Повезло пацанам. Не успел. Смотрите, пацаны, попортили нам бойца. Кто тебя так расфигачил, воин? О, ничего. Вечером вернемся, я с ними там разберусь. Давай, помогай. Серега, мы своих не бросаем. Ну, приятно посмотреть, как на красивую девушку. Держи. На гражданке золотой ставишь. На. Пацаны, Беттер, подъехай. Давай собираться. А что ты захотел, Серега? На войне повоевать, бубен не схлопотать. О, рыбак получается. На войне повоевать, бубен не схлопотать. Нам такого не видать, потому что здесь кругом армия, а не у мамы под хвостом. Давай, давай. Йоу-йоу-йоу. Слушай, я Талман, да? Ты гений. Я гений. Здорово, пацаны. Здорово. Здорово. Здорово, здорово. Ленька, у тебя пинты есть еще? Поехали. Че, вы откуда? Сантовы. Давай, давай. Лучше бы я во флот пошел. Ты че, дурак, что ли? Ты знаешь, сколько они там служат? Да на море хотя бы гор нету. Снайперу нет, где спрятаться. Знаешь че, Серега, правильно тебе разведчики пистонов ставили. Поумнее, может, станешь. Ты думаешь, здесь морпехов, что ли, Малых? Тоже обрадовались, когда на флот попали. Давай залезай. Че смотришь, вылезай. Так там же снайперы. Ну и че? Сейчас разбитую школу будем проезжать. Там духов полно. Граната долбанет. Так и кого-то из беттера живым выкинет. Вернешься, вытащишь нас. Первыми вытаскивай те, кто шевелится. Понял? Все, пошел. Михалыч, ну че? Подходим к школе. Осталось двести метров. Ничего, провинции. Сто пятьдесят. Сто. Вроде пока нормально. Пацаны, а кого он первым вытащил? Пашку. Давай твой за первую ходку. Время, б 충 кровь! Давай с остальными я тебя прикру spinner! Давай, с гореть! А вторым кого? Вторым меня. Давай, таз за вторую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А после Михалыча? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Что-то забирать будете? Это не он. А я говорил, там надо было поворачивать. А что не повернул? Ген, давай Атлас тебе подарю, а? Ну а что, все равно пригодится. Серегу искать надо. Да найдем. Он точно теперь еще лет сто жить будет. Слышь, Костян, давай это, твой рисунок распечатаем. Этот мужик по фотке его не узнал, изменился Серега. Ну давай. А это что такое? Что, рисунок? Смотри. Так, подожди, пацаны. Я сейчас отгадаю. Это замкомзвода. Правильно? А? Ему еще легкое пострелили в Алхан Юрс. Помнишь, Паш? Да помню я. Блин, ништяк. А это, 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 это же я тоже знаю. А кто это? Петька это из транспортной бригады. А, точняк. Костян, а это кто? Петеха наш. С детьми со своим. Подожди, да кого же молодым грохнули. А здесь ему лет сорок, и дитей у него не было. Ну и что? Могли у него дети потом родиться. Дай себе. Знаешь что, Костян, можно я рисунки себе возьму? Да бери, конечно, я их просто так рисовал. Спасибо. Ладно, пацаны, поехали. Давай гибон. Ты... Оп. А? Какая дура. Спасибо. Я пойду в магазин зайду. Нифига. Да моя просила посуду для микроволновки купить. Сейчас приду. Давай. Скажите, а вы можете вот эти рисунки распечатать? Да. Только аккуратней. Это Костян рисовал. Все-таки там лучше было Костян. Ты дурак, что ли? Да не, серьезно. В армии много чего непонятного. Зато все правильно. Костян, мы здесь зажрались. Там... Там действительно мало нужно было. Две банки сгущенки. Бам! С тебе Новый год. А сколько она стоила? Три бакса. Костян, три бакса, а счастье полные штаны. Ген, ты скажи, а ты что, плохо устроился? Да нормально устроиться. Нормально. Все равно что-то не то. Бабки кругом. Бабы эти страшные. Кручусь как раненые. А кайфа вообще никакого. Никакого Костян кайфа. Где она, та самая сгущенка? Ну, продукты. Пойдем, купим тебе. Да я не о том. Слушай, я тут дело одно намутить хотел. Чтоб бабла побольше и побыстрее срубить. Ну, Пашка, его же не раскачаешь. Ему и так, и так. Он реально тормоз. А бабки общие, там надо было сразу решать. В общем, я бабло взял, а потом на него стрелки перекинул. Да я понял уже, Ген. Че ты понял? Вот че ты понял? Думаешь, я эти бабки зажал? Там их в три раза больше стало. Ну, а ты собираешься Пашке говорить? Я пока не знаю. Хорошо, сейчас приеду. Отец звонил. Че-то срочное у него там. Ладно, все. Давай. Девушка, сколько я вам должен? Сорок рублей. Сорок рублей. Держите, сдачи не надо. Вы мне можете свой телефончик черкнуть? А Костян-то куда ушел? Батя ему позвонил, что-то там приспичило. А, понятно. Спасибо. Ну, че купил? Да ничего я не купил, блин. Вот все у них есть в магазине, а посуды для микроволновки нету. Да вы закончили здесь? Пойдем, мне с тобой побазарить надо. А че такое? Можешь мне всечь, но это я деньги взял. Как будто я не знал. Подожди, я ж тебе отдам. Там их в два раза больше стало. Арсенку забыл. Подожди. Паш, ну, Паш, подожди, слышь. Да я реально отдам. Там знаешь, сколько бабла осталось? Там на три дома хватит. У тебя там дверь не закрыта. Привет. Я для тебя и открытый. А где все? В море уехали. Осенью. Школа. Там тоже школа есть. Подожди, так они чего, надолго? Как получится. У Марина там родители живут. Да. Похоже, достал ты ее. Никак понять не могу. Раньше щелкнешь, и они в строй встают. Любую выбирай. А когда сам полюбил, по-настоящему, она меня бросила. Представляешь, Кость, Чего я так постарел? Ты меня позвал зачем? Насчет друга твоего переговорить, Федор? Насчет Генки? Нет, нет, нет. Этого. Какого, которого вы искали? Серега? Я на его справке. Так он... Никуда он не исчезал. Зарегистрированный по этому адресу, там его двоюродный брат профессор. Брат двоюродный. А мы ничего не знали? Да много чего не знали. Женя Кость полна сюпризов. Спасибо тебе. Знаешь, Барь, а я тебя прощаю. Прощаешь? А что? Да не убери в голову. Что? Пока. Ой, ты совсем меня замучила. Ты будешь говорить нормально? Я нормально говорю. Ты скажи пакет. Капец. Ты издеваешься надо мной. Я же прошу тебе сказать пакет. Ты будешь говорить или нет? Все тогда сегодня без мультиков. Па. Капец, капец, капец. Ладно, дома поговорим. Привет. Лифт наконец починили. Клотили сегодня безденья. Привет. Мне поговорить с тобой надо. Что, жажда больше не мычит? Нет. Прошла. Ты знаешь, я тут подумала, может быть, не страшно, если он к тебе привыкнет? Или ты против? Привет. Привет. Рассказать тебе мне больше и нечего. Все истории закончились. Не надо рассказывать о самом-то. Точно? Точно. Ты только посиди со мной рядом. Договорились. Давай марш в постель. Давай, ложись. Спи. Двигайся. Давай, давай, давай. Пока не начнешь. Закрывай глаза. Спи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А чье это лицо? Такое знакомое. Мое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok